Мусорное дно Там, где клен шумит, как коммунальщики Бийска справляются с зарослями деревьев Самый худший, какой подъезд краевой столицы готов выиграть эту номинацию? Мусорное дно, часть третья, это вновь о сериале, где центральная история уже В которой по счету раз становится контейнер и то, что происходит вокруг него А вокруг ящик обрастает все новыми горами мусора и подробностями Итак, участок в самом начале улиц Школьной и Водопроводной За этой темой программа «Коммунальный патруль» продолжает следить уже не одну неделю Изменения бывают, но редко То территория вновь становится образцово-показательной, то опять усыпано ТБО А вот чтобы и ящик пуст и площадка зачищена, такого еще не было Правда, как сегодня нам рассказали местные жители, контейнер все же опустошается регулярно Остальное эпизодически по-прежнему ждем в финальной серии Опасно для входа Одна из барнаульских многоэтажек, по мнению ее жителей, готова выиграть в конкурсе на самый худший подъезд Вот уже несколько лет люди пытаются доказать коммунальщикам, что ремонт в доме крайне необходим Правда, местная коммунальная фирма уверяет, денег на работы нет Вот так и живут Посмотрите, какие ящики разбитые Посмотрите Вообще вот это, посмотрите все Жители вот этой многоэтажки по улице Шукшина 1 мрачно шутят В доме можно смело проводить экскурсии на тему «Так жить нельзя» За входной дверью гостей ожидает полная разруха Знакомство можно начинать с первых этажей Интерьер действительно похож на декорации из фильма о второй мировой Стены лестничных пролетов в сколах и трещинах проводка наружу Тут вообще страшно, везде, конечно Везде все Вот сами затыкали Вот это, чтобы вообще не вывалилось Исключение лишь первые полтора этажа Здесь почти идеальный ремонт Это заслуга одного из жителей, уверяет пенсионерка Тот якобы за свой счет отремонтировал часть подъезда Остальные не поддержали Говорят, деньги компании ДС-1 многие платят исправно Вот только результата-то нет Нам там отвечают много должников в вашем доме И поэтому не хватает денег Ну а мы им говорим, ну а как? Если должников много, значит вы решаете свои проблемы Как-то с людьми Ну все равно говорят На все новых и новых ступенях Все те же изуродованные надписями стены Искрящаяся проводка, разбитый кафель Выход все же есть, рассказывает юрист, наш эксперт Дмитрий Лебедь Ежегодно собственники обязаны проводить общее собрание На котором должны утверждать на следующий год План работ, ну и естественно финансирование данных работ соответствующие Если в плане работ на данный год Нет работ по текущему ремонту подъезда Ну или точнее капитальную даже ремонту То собственникам необходимо провести собрание Где определить дополнительное финансирование данных работ В случае наличия такого собрания И без действия управляющей компании Необходимо будет обратиться в прокуратуру Или другие проверяющие органы Если объема денежных средств Которые уже собраны по стратегическому содержанию Не хватает для проведения ремонта подъезда Или же необходимо более большое количество денежных средств Вообще в принципе собрать То собственникам необходимо решить вопрос О дополнительном финансировании данных работ Путем естественно проведения голосования общего сового дома Поросло травой и кленами Речь идет о бийской многоэтажке Которой у основания буквально скрылась зелень Так это же плюс, скажете вы От солнечных лучей, мол спасают Вот только жители другого мнения Смотрите в корень Оказалось, заросшие дворы тропинки Не самая страшная беда для этого дома Гораздо большую опасность для общего состояния дома Представляют клены, которые здесь растут прямо из-под фундамента Неоднократно мы нашего начальника управляющей компании Просили бороться вот с этим С этой бедой Вот смотрите, у нас из подвалов растут клены И клены они уже аж задеревенели Вон смотрите Вот это вот подвал Это фундамент весь портится Корни все это дело разрушают Ну это нонсец какой-то На этом у нас все Давайте прощаться Увидимся ровно через неделю Напоминаю телефон редакции Барнолли прежней 722-301 До новых встреч Обслуживание систем вентиляции Очистка дымоходов, печей и каминов Санитарная обработка мусоропроводов Поддерживать гигиену в жилых домах С компанией Эко Сибирь Просто и выгодно